Дагестан отметил 100-летие со дня провозглашения республики. Торжественные мероприятия, прошедшие накануне, продолжились официальной церемонией гашения маркированного конверта к юбилею региона. Верный высоким идеалам равенства, революционер с характером и менталитетом горца, у памятника Махачуда Хадаеву, имя которого носит столица Дагестана, прошли праздничные мероприятия в честь столетия со дня образования до СССР. Акция «Студенческий десант» привела студентов к сотрудникам кинологической службы, верным и преданным долгу собакам. Подробнее сегодня в завершении выпуска. 24-летний житель Дербенского района подозревается в убийстве матери. 21 января текущего года в МВД по Дербенскому району поступило сообщение о том, что в 9.30 в селе Кулар произошло убийство 56-летней местной жительницы. По подозрению в совершении убийства полицейскими задержан сын погибший, 24-летний молодой человек. Расскажите, пожалуйста, за что вас задержали сейчас? За убийство. А вот что за убийство поподробнее? Мать убил. Мать убили? Да. А вот за что убили? За предательство. С моими родственниками, короче, они хотели меня убить и маму держали, короче, поэтому. В ходе расследования установлено, что он нанес удар топором по голове, а позже перерезал горло кухонным ножом. С места происшествия изъяты орудия убийства, топор и нож. Собранный по данному факту материал передан в Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану, сообщает пресс-служба МВД. Я проснулся, короче, утром, я это взял, не взял, она пошла куда-то, потом пришла, я взял топор и ударил по голове этим ножом. Накануне в Русском драматическом театре прошло торжественное собрание, посвященное вековому юбилею нашей республики. Столетия со дня проразглашения автономии Дагестана отметили с размахом. В торжественных мероприятиях приняли участие первые лица республики и гости из Москвы. В этот вечер в честь юбилея также прошла официальная церемония гашения маркированного конверта с участием Сергея Меликова. Подробности далее. С этого дня по всей территории Российской Федерации, как посланцы Дагестана, разойдутся специальные конверты с юбилейной символикой. Они посвящены столетию автономии нашего региона. Об этом сообщил директор управления федеральной почтовой связи в республике Махач Магомедов. В церемонии гашения конверта принял участие лично в рио главы Дагестана Сергей Меликов. Сто лет назад были приняты решения, которые воплотились в определении государственности и, самое главное, автономности. В честь юбилея в зале русского драматического театра состоялось масштабное мероприятие. К гостям торжественного вечера обратились первые лица республики. Они говорили о достойном прошлом и перспективах Дагестана в будущем. Можем гордиться тем, как Дагестан прошел эти сто лет. Все эти сто лет дагестанцы упорно и честно трудились вместе со всей страной. Вместе со всей страной стали на защиту Отечества. После официальной части состоялся концерт, где продемонстрировали музыкальные и театрализованные композиции, посвященные юбилею. Они воспроизвели историческую ретроспективу минувшего века в визуальных образах. Показали сплоченность перед угрозой и общим врагом в тяжелые военные годы. И созидательный коллективный труд разных поколений во благо процветания Родины. У памятника Махачу Дахадаеву накануне прошло празднование столетия со дня образования до СССР. На привокзальной площади собрались махачкалинцы и гости столицы. Отметим, что здесь недавно отреставрировали памятник Дахадаеву, являющийся одним из символов города, и благоустроили прилегающую к нему территорию. В порядок был приведен и постамент, а сам монумент очистили. Также высадили цветы и украсили все вокруг юбилейной символикой. Мэр города Салман Дадаев рассказал о личности Махача Дахадаева и его жизненном пути, отметив сочетание в нем высоких идейных качеств, соответствующих характеру и менталитетам горца. Главон Скульского района Иса Нурмагомедов поблагодарил руководство столицы за проведенную работу и внимание к памятнику и личности Махача Дахадаева. После официальной части участники торжества возложили цветы к подножию монумента. 500 остро нуждающихся семей получили продуктовые наборы. Благотворительную акцию организовал фонд «Инсан». Мероприятие приурочили к 100-летнему юбилею провозглашения дагестанской автономии. Таким образом, в республике раздали более полутора тысяч коробок добра. Это продукты первой необходимости. Сахар, мука, растительное масло, гречка, чай, макароны. Напомним, что в ноябре и декабре благотворительный фонд «Инсан» распределил 75 тонн продуктов питания среди нуждающихся семей по всему Дагестану. К другим темам. Дагестан лидирует по количеству выявленных нелегальных майнинг-ферм. 24 случая неучтенного потребления электроэнергии такими фермами выявили в республике. Ущерб от их деятельности превышает 90 миллионов рублей. В каждом выявленном случае информацию о майнинг-хищении энергетики передали в правоохранительные органы. По большинству фактов возбуждены уголовные дела. Всего по Северному Кавказу объем похищенного ресурса превышает 230 миллионов рублей. В компании Россети напоминают, что неучтенное потребление энергоресурсов приводит к перепадам напряжения и может спровоцировать технологические нарушения в работе энергообъектов. Глава агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана покинул свой пост. Камил Магомедов попросил главу региона освободить его от должности по собственному желанию. Сергей Меликов, в свою очередь, удовлетворил просьбу чиновника, однако не исключил возможность дальнейшего сотрудничества. Ранее Сергей Меликов раскритиковал Камиля Магомедова и поставил вопрос о компетентности чиновника. Исполнять его обязанности временно будет заместитель Магомед Абдулкадыров. В преддверии Дня российского студенчества стала традицией знакомить учащихся с работой полиции. Такая возможность у студентов появилась благодаря акции «Студенческий десант», которая проводится МВД с 2013 года. Как прошла встреча ребят с кинологами на этот раз в сюжете Патима Тханапова. У них нет табельного оружия полицейской формы, но это не мешает им быть полноправными стражами порядка. Как из щенка воспитать служебного пса, об этом и многом другом сотрудники кинологической службы рассказали студентам. Это ежегодная акция «Студенческий десант». Нам в гости проходят разные учащиеся. Мы им показываем, объясняем нашу специфику, работаем. Сейчас мы вам на практике покажем, какие у нас собаки, как они применяются и что они находят. Теории к практике, конечно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Правда, задерживать сегодня никого не надо. Перед служебными собаками стоит другая задача – показать ребятам свои лучшие навыки, приобретенные во время дрессировки. Возможно, после увиденного здесь кто-то решится стать кинологом. Ну, собаки мне и раньше тоже нравились, но если я сейчас попробую углубиться в эту деятельность, и если она мне понравится, я, скорее всего, даже, может, попробую себя в этой деятельности. В конце встречи сотрудники ответили на вопросы студента, о специфике службы подразделения и об условиях приема на работу. Патимат Ханапова, Мурат Бикбарзов, Новости ННТ, Махачкала. Единый урок по теме образования ДССР прошел в школах республики. В мероприятии приняли участие все образовательные организации Дагестана. Ученикам напомнили о первом флаге родной республики, об истории ее образования и развития Дагестана, с чего все начиналось и как была провозглашена декларация об автономии республики. Ознакомили подрастающее поколение и с тем, когда СССР превратилась в республику Дагестан после развала СССР. Была принята новая конституция, заложившая основы современной государственности. Детям было интересно, потому что они узнали очень много для себя нового. И плюс, я думаю, что это послужило таким мотивом для того, чтобы изучать историю своего родного края. Может, кто-то после этого урока пойдет домой или в интернете, или книги, если есть, почитает, посмотрит. Действительно, мы же говорили не только об этом событии, Мы говорили и о культуре Дагестана, о традициях Дагестана, о том богатстве, которым обладает наш народ. И, может, действительно у детей возникнет после этого урока желание еще больше узнать, глубже, что-то новое для себя. Каждый, конечно, извлек из этого урока. О спорте. Дагестанец Милат Алирзаев стал победителем предолимпийского чемпионата России по греко-римской борьбе. Турнир завершился сегодня в Ростове-на-Дону. В финальной схватке весит до 87 килограмм. 22-летний классик взял верх над серебряным медалистом чемпионата Европы Бекханом Аздоевым. 2-0. Ранее на предварительной стадии Алирзаев выиграл три встречи. Победа на главных внутрироссийских соревнованиях позволит махачкалинцу войти в круг основных претендентов на участие в Олимпиаде в Токио. Напомним, что в декабре 2020 года Алирзаев становился обладателем индивидуального Кубка мира в Белграде. Еще одна медаль чемпионата России на счету Рамазана Абачараева. Представитель ростовской школы борьбы стал третьим призером в весе до 82 килограмм. И на этом у нас все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, смотрите новости. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин